Добрый день, меня зовут Дмитрий и попробуйте для себя ответить на такой вопрос, что же такое ностальгия. Для кого-то это неимоверно вкусное мороженое и газ-вода из автомата за копейки. Для кого-то это детство без интернета и беготня по гаражам, пока не свалишься или пока не поймают. А для кого-то это бабушкин огород и картошка, поджаренная в углях костра. Так вот к чему это я? А к тому, что сегодня у меня на обзоре устройство, которое способно вызвать чувство ностальгии. Сегодня у меня на обзоре 7-дюймовая игровая консоль X12+, которая пока что спрятана вот в этом замечательном почтовом пакетике. Давайте же незамедлительно ее оттуда достанем. Приходит в консоль вот в такой вот коробочке. Внутри у нас сама консоль в пакете, постой пока здесь. Дальше у нас наушники, провод для подключения к телевизору, зарядный провод и инструкция на китайском и английском языке. Як бы все. Так давайте же посмотрим из чего себя представляет сама консоль. Итак, консоль представляет из себя вот такую вот замечательную, похожую на Nintendo Switch форм-фартор. Здесь у нас крестовина с пленочками. Все пленочки сразу долой. Также спереди кнопки для управления. Два стика. Кнопки нажимаются вполне себе приятно. Также спереди имеется кнопка Escape, кнопка Select и кнопка Start. Позади этой консоли похоже, что есть камера. Не знаю, не уверен, буду проверять. Также имеется два динамика. Внизу есть два ушка, за которых можно зацепить специальный ремешок. Сверху у нас имеется разъем для подключения наушников 3,5 мм. При выключении и включении питания. Разъем для установки microSD-карт. Разъем для подключения провода питания. Клавиши регулировки громкости и кнопка включения. Давайте же включим эту консоль. При включении у меня происходит что-то типа заставки. Дальше идут у нас настройки. Она не сенсорная. Переключение происходит с помощью крестовины. Удивительно, но у этой консоли имеется русский язык. Судя по описанию, на этой консоли уже установлено около 10 тысяч игр. Это круто. Безумное количество. Лично я ее брал ради конкретных игр, которые любил играть в детстве. Посмотрим, смогут ли они мне подарить те же эмоции, как когда-то. А еще интересно, как эмулятор PlayStation 1 будет работать на этой консоли. Было бы неплохо поиграть в тот же Tekken или заново пройти с Siphon Filter. Короче, я пошел погружаться в ностальгию, а с вами до встречи через неделю. Вот уже неделю как я являюсь счастливым владателем этой замечательной консоли. У меня есть что про нее сказать. И начнем с самого главного. А именно с того, что меня нагло обманули. Дело в том, что в этой консоли не 10 тысяч игр, как написано в описании, а целых 18 тысяч игр. И все они куда-то у меня подевались. Видимо, во время копирования игры, которые я скачал из интернета для проверки, как же они здесь будут работать, нарушилась тонкая и эротическая структура данной китайской консоли. И все пошло. По известному пушному зверьку. Лично для меня как-то все равно. Самое главное, что консоль включается, а как запустить на ней игры, я способ всегда найду. Но если для тебя важно сохранить все игры, поставляемые с этой консоли, никогда ничего на нее не копируй. Лучше воспользуйся microSD, не зря же для нее есть специальный разъем на этой консоли. При включении этой консоли она встречает окно с настройками и теми функциями, которые она может. И давайте уже сразу же признаемся, эти консоли покупают уж точно не для того, чтобы читать книги или просматривать картинки. Да, конечно, вы на ней можете смотреть видео, слушать музыку, просматривать картинки, записывать звук и даже засекать время. Охренеть! Они на полном серьезе запихали сюда секундомер. Уважаемые китайские разработчики, вот скажите, а зачем? Вот на хрена он здесь? А вот камеры здесь нет. Вот это отверстие бутафорское и сделано исключительно для красоты. Короче, смотреть фильмы на данной консоли – это впустую растрачивать заряд аккумулятора, который, кстати, мог бы быть и получше. Судя по описанию, емкость данного аккумулятора – 2500 мАч. По факту, этого аккумулятора хватает на 4-5 часов активной игры. Не самый выдающийся результат, учитывая, что по большей части вы будете играть здесь в игры от Sega и Dendy. Ой, прошу прощения, Famicom. Вообще, здесь заявлена поддержка десяти ретро-консолей. Я проверил практически все, и все они работают без нареканий. Все, кроме эмулятора PlayStation 1. Чисто технически игры от первой блоки оно, конечно, запускает, но играть в это люто тормозящее нечто просто невозможно. И да, сифон-фильтр на этой консоли так и не запустился. Я пробовал три различных образов – результат… Единственная игра из тех, которые проверял из PlayStation 1, которая запустилась – это Geeks из сборника 3 в 1. И то только первая часть. Благо остальные игры работают нормально. И надо признаться, играть в них на этой консоли действительно удобно. Весит она всего 322 грамма. Держать ее удобно. Кнопки расположены там, где надо. Здешний 7-дюймовый экран прекрасно передает всю прелесть пиксельной ретро-графики. Динамики полностью выдают всю полифонию медяшных треков. Короче, полное погружение в геймерское ностальгическое прошлое. Картинку, кстати, консоль выдает немного в растянутом виде. Как по мне, так даже удобней. Но, если ты отбитый ретро-фак, то ты всегда можешь выставить оригинальное разрешение. Итак, что же по итогу? Стоит ли тратить время и деньги на эту игровую консоль? Как по мне, это лучший способ поиграть в любимые игры детства, да еще и в портативном виде. А у меня на сегодня все. Если видео полезно – поставь лайк. Если есть что сказать – пиши комментарии. Играйте только в хорошие игры. И будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok